Добрый день! Мы сегодня беседуем с врачом-ортопедом Старцевой Ольгой Юрьевной. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Юрьевна, первый вопрос. Вообще сейчас популярно обследовать детей в самом раннем возрасте, в возрасте 1 месяца у врача-ортопеда. Скажите, пожалуйста, а сколько выявляется при вот этом первом осмотре каких-то патологий? Выявляется около 80 процентов. Это не только деформации, это могут быть состояния, с которыми мы можем легко справиться с помощью родителей, реабилитологов, это массажисты, физиотерапевты, ну и непосредственно врачи-ортопеды. А вот если взять эти 80 процентов, вот при условии, что родители обращают внимание на проблему, сколько детей потом в общем справляется в районе года уже с этой проблемой? процентов 75. Мы уже полностью освобождаем и уже в год к нам приходит здоровый малыш своими ножками. Понятно. Ну то есть в принципе какие-либо действия родителей, они имеют смысл? И это вот массаж какой-то, да? То есть показано большинству детей? Да. А какие еще могут быть показаны? Какая работа еще над малышом может проводиться? Вообще на первом осмотре ортопеда мы не только осматриваем ребенка, рассказываем знакомым родителей, чем они могут помочь. Это не только какие-то лечебные воздействия, это и прогулки, и купания правильно, и профилактические мероприятия. Например, профилактика рахита, очень частое заболевание в нашем регионе, так как мы живем без солнышка. Родителей ознакомим о дальнейшем развитии ребенка, чем они нам могут помочь, каких-то предметах, спортивных комплексах, других приспособлений, что может поспособствовать. То есть мы все это обговариваем заранее, чтобы родитель был своевременно готов помочь своему ребенку. А скажите, вот насколько обязательно посещение ортопеда? Вот в месяц, допустим, ребенок посетил ортопеда, а затем вот в три месяца, в шесть, в девять, это все как бы вот определенные этапы, когда могут выявиться новые какие-то проблемы? В три месяца мы приглашаем детей, у которых у нас были какие-то вопросы, выявленные в первом месяце. То есть это динамичное диспансерное наблюдение. Вообще вторым этапом мы детей смотрим в полгода. Там очень важный этап, когда появляется вертикальная нагрузка на позвоночник. То есть наш ребеночек пытается встать на четвереньки, присаживается, начинают вставать опоры. То есть там родителям даются уже другие рекомендации по гимнастике, по массажу, по занятиям различным. И корректируется доза витамина Д, потому что ребенок не просто вырастает, но он еще начинает больше двигаться, больше тратит энергии. И обмен веществ ребенка меняется. Здесь с этим очень важный момент, что там вводится совсем уже другое питание, вводится прикорм. То есть мы своевременно должны родителей ознакомить с этими мероприятиями. И следующий этап – это годик. В год мы оцениваем уже походку ребенка, качество этой походки. Хотя походка еще не сформирована, но какие-то уже задатки. Если есть патология, мы это все можем вовремя выявить. То есть мы рассказываем профилактические мероприятия уже плоскостопия, то есть что может сделать родитель. Это не только обувь, это и коврики, и занятия. Также что может родитель сделать по укреплению мышц спины. То есть эта патология достаточно часто встречается. Эта спина – это достаточно серьезный ростов человека, который должен быть всегда крепкий. Тогда будет человек очень успешный. Если спина у нас крепкая, да, все хотят успешного ребенка. Начинать нужно со спины у ребенка. Да, да. А как вы относитесь к плаванию? К ранним могут плавание, к ранним занятиям? Очень хорошо. Плавание начинает с месячного возраста, когда у ребенка затягивается пупочная ранка. То есть уже риск проникновения инфекции уходит. Начинают мероприятия проводить чаще всего это домашняя ванна, взрослая ванна. Лучше всего это проводить с инструктором. Если обычные делать упражнения, то есть без погружения ребенка под воду, это может справиться сам родитель, причем изучив некоторые видео по интернету. Если мы проводим мероприятия, связанные с погружением ребенка под воду, они основаны на присутствии у ребенка безусловного рефлекса, задержки дыхания, это лучше проводить с инструктором. Это помогает укрепить иммунитет ребенку, это развивает дыхание, потому что дыхание очень важно, чтобы все мышцы, все кости, все растущие ткани, особенно центральной нервной системы, получали кислород. До трех месяцев этот рефлекс угасает. То есть если родители не успели вовремя обратиться к инструктору, тогда только остается у нас уже плавание над водой. Тогда уже чаще всего используются бассейны, то есть инструкторы, которые работают в бассейнах. Педиатры советуют лучше в бассейнах начинать с шести месяцев, когда иммунитет у ребенка уже становится покрепче. Понятно. А такой момент, вот многие боятся идти в бассейн до того, как поставлены прививки. Это разумно или, в принципе, это необязательное условие? Я считаю, что необязательно это условие, потому что все равно дети из благополучных семей, те прививки, которые вставляются, это дифтерия, коклюш, туперкулез, то надо действительно быть в каком-то очаге. Понятно. То есть самые опасные инфекции, в общем, маловероятно подхватить. Вероятные, да. Те инфекции, которые можно подхватить в бассейне, они не влияют. То есть против них прививки не оставятся. Понятно. Так, а как вы относитесь к массажу при условии, что, допустим, ребенок в целом здоров и никаких особых показаний к этому нет? Малыш сталкивается вообще с массажем, начиная с месячного возраста. Это мы обучаем родителей на приеме, что может сделать мама. С месяца до трех у ребенка нету достаточного количества подкожно-жировой клетчатки, поэтому при глубоком массаже ребенок может получить травму. То есть стараться слишком не стоит? Нет. Там только поглаживающие техники массажа. Поэтому очень хорошо мама может их освоить и общаясь со своим малышом, давая свою энергию, свою любовь, и ребенок будет счастлив. В два с половиной месяца мы рекомендуем первую встречу по массажу со специалистом. Она направлена на закрепление навыка удержания головки, который должен ребенок удерживать в 2,5-3 месяца. А помочь ребенку уверенно находиться в горизонтальном положении с подключением уже переворотов. То есть первый курс массажа направлен ребенка превратить из кабачка, лежачего, уже в человечка двигающего. И который уже может что-то хотеть и что-то сам чего-то достигает. Да, он может уже отвернуть голову от каких-то там опасностей, препятствий и начинает активно уже двигаться. Второй курс массажа мы рекомендуем проводить в 5,5-6 месяцев, когда ребенок уже владевает навыком вставания на четвереньки, передвигая себя по поверхности присаживания и вставания у опоры. То есть там и гимнастика изменяется. Хотя родители мы также знакомим, чтобы родители принимали активнейшее участие, ничего не боялись, занимались сами с своим малышом. Ну а вообще, все-таки лучше приглашать специалистов в каждом из этих возрастов или мама может освоить любой массаж? Это все зависит от состояния ребенка и от состояния его нервной системы. Потому что параллельно с ортопедами детей ведут у нас и неврологи. То есть если у ребенка нет каких-то серьезных проблем со здоровьем? Тогда мама может справиться сама. То есть врач-ортопед ее ознакомит на приеме, покажет. Это буквально 3-4-5 упражнений. При ежедневных занятиях эффект достигается за неделю у ребенка. Понятно. Продолжение следует...